здравствуйте друзья с вами вновь я олег и наш канал я и мой хвост сегодня я хотел бы поговорить с вами объяснить вам как нужно правильно выгуливать щенка вот смотрите щенок находился у вас дома до прививки то есть вот месяц он находился может быть у кого-то больше может быть два месяца может быть три даже месяца за это время щенок научился у вас ходить какое-то определенное место как ходить в туалет на улице он еще не знает вот сейчас допустим вы вывели щенка на улицу не надо с ним сразу играть на улице вывели щенка ждите ходите он будет долго у вас ходить первое время он будет 20-30 минут час полтора два даже может быть три ходить пока не 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 уже ну просто терпение у него не будет то есть вот смотрите вы примерно уже представляете через какое промежуток времени то есть до этого вы засекали примерно то есть через три часа через два часа как щенок у вас ходит в туалет вы подгадали тот момент вышли с ним на улицу уже примерно представляете что он должен сейчас ходить ходите гуляете проявляете терпение не играете щенком как только у вас щенок сходил в туалет сделал это дело вы должны похвалить его ну то есть вот вот вложите в это всю свою искренность всю свою ласку всю свою доброту и всю свою нежность то есть он должен понять что он сделал хорошо и сделал правильно ну как вот давайте покажу я на большой собаке вам ой молодец ай мой мой хороший ай моя умница ай моя красавица то есть но собачка должна в голове уяснить что она сделала хорошо ее за это похвалили и вот в этот момент вы начинаете играть с щенком очень многие владельцы собак не умеет играть своим щенком то есть вот я вам сейчас покажу как нельзя играть щенком фу барфу нельзя вот смотрите нельзя никогда играть в догоняшки акбар то есть нельзя преследовать собаку она не должна в голове уяснить себе что убегать от хозяина это хорошо у меня сейчас взрослый кобель поэтому я не испорчу его этим но я просто предостерегаю владельцев щенков что именно так делать нельзя смотреть вот так чтобы щенок убегал вот тут меня не убегает потому что уже приучены что это нехорошо вот в такие догоняшки играть нельзя тем более под укусы подставлять свои руки то есть вы рукой отталкиваете щенок пытается укусить вас за руки играть нужно обязательно в такие игры чтобы щенок преследовал вас чтобы эмоционально у него в голове откладывалось что с вами ему хорошо ну например перетяжки и кусать руки подставлять под укусы это тоже категорически не позволяется под укусы можно подставлять любые тряпочки перетяжки мячики палочки все что угодно только руки для него это табу то есть кусать вас он не имеет никакого права ну вот давайте сейчас небольшие такие правила вы всегда должны вот перетяжку со мной играть всегда игра должна заканчиваться на том что предмет оставался у вас чтобы у него не мотивировалась игровая агрессия то есть чтобы он не понимал что игрушку может у вас забрать вот для того чтобы предмет оставался у вас смотрите я сейчас вас научу как это делается вот у нас есть одна палочка есть вторая палочка вот я сейчас начинаю с ним играть вот у него желание естественно отнять эту палочку но как мы делаем уберем 2 и у него его собачья жадность появляется а то что ему нужно отдать потому что есть более интересно то есть собака должна уяснить что вы играете с его позволения с вашего и этот предмет в любом случае всегда должен оставаться будет у вас единственное прошу обратить внимание никогда не начинайте игру если вы на сто процентов не уверены в том что предмет останется у вас потому что если собака ну крупная порода бойцовская например породы до собаки вы не уверены в том что вы в результате все таки справитесь и предмет останется у вас у него может закрепить в голове вот эта игровая агрессия что он все-таки выиграл у вас и вы для него уже как бы не авторитет и не вожак вот этого не должно быть то есть если уверены на сто процентов значит играйте с вами был я олег канал я а